Приветствую вас. Я думаю, что ваш вопрос условно можно разбить на несколько таких составных частей. Ага, и первая часть будет касаться того, что произошла ссора. Да, то есть, ну, просто произошла ссора, вот, объективно. Объективно вам, на мой взгляд, нужно понять, что это была за ссора, вот, из-за чего она, собственно говоря, произошла. Эта ссора, в принципе, из-за чего произошла. То есть, что эту ссору, вообще говоря, спровоцировала, да? Вот. Из-за чего вы поссорились. И можно будет, можно будет поисследовать причины ссоры. И, возможно, вам, возможно, вам нужно будет несколько, ну, несколько по-другому, выразить свои мысли, свои эмоции, свои чувства по отношению к молодому человеку. То есть, вполне вероятно, что вы просто, вот, не были способны высказать то, что у вас разрешалось. Вы говорите, что простили, забыли, вот, простили-забыли, это, конечно, хорошо, что простили и забыли. Вот. Но, решили ли вы что-то для себя? Решили ли вы что-то с молодым человеком? Вот. Понимаете? Это очень важный момент. Потому что, вполне вероятно, что вот так ничего не решили. Дальше. Вне всякого сомнения, да, вне всякого сомнения совершенно, никакие вопросы не нужно решать. Как бы так сказать, да? Никакие вопросы не нужно решать дистанционно. Вот. Ну, потому что, это ничего хорошего вам не даст. То есть, ни один вопрос вы не решите адекватно, да? Ни один вопрос вы не решите адекватно, ни один вопрос вы не решите адекватно, дистанционно. К сожалению. Это сделать вообще невозможно. Поэтому, лучше все-таки дождаться, ага, к примеру, ага, значит, того, когда молодой человек вернется к вам, вот. И, соответственно, чтобы вы могли адекватно высказать ему все, что у вас есть, да, и, соответственно, уже как следует поговорить, как следует обговорить все возможные, все возможные, моменты. Вот. Дальше. Обращаю ваше внимание, в том числе, на то, что вы, на мой взгляд, попали в определенные противоречия, в том смысле этого, слова, что вы говорите, что вот, значит, что хотите вернуть чувства к нему, но при этом чувств у вас нет. Вот. 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 Поэтому нужно отдавать себе отсчет. Понимаете? Как можно хотеть вернуть то, чего нет. Да? Вот. Вот. Такая история. И зачем, и зачем, зачем вы хотите вернуть тот, чего нет. Вот. Ну и наконец, последнее. Последнее. А, последнее. может быть, что в результате, значит, ссоры ваше, ну, представление о мужчине, да, изменилось. Очень, ну, достаточно сильно. То есть вы воспринимали раньше его одним образом, сейчас стали воспринимать его другим образом. каким-то. Каким-то. Вот. Это тоже может оказывать, ну, существенное влияние на то, как вы его видите. Вот. Сейчас. По крайней мере. Вот. Вот. Ну и все. Таким образом. Таким образом. Таким образом. Таким образом. На данный момент я бы вам настоятельно рекомендовал бы отложить решение проблем, которые у вас, ну, могут быть сейчас, отложить решение этих проблем до того, пока вы не встретитесь вживую. Как вы встретитесь вживую, да, то, соответственно, уже можно будет, ну, уже можно будет о чем-то говорить после этого. Кроме того, вы сами говорите, что когда вы были вместе, да, то есть когда вы видели, все у вас было хорошо, все у вас было нормально. То есть эта вот история, она именно такая, что ваша психика, возможно, выработала некий, некий такой защитный механизм, да, защитный механизм, чтобы не быть зависимой настолько, или не быть привязанной к человеку, с которым вас возникла ссор такая, достаточно сильная, которая вот вас, вас, значит, как-то, ну, обидела очень сильно. Кроме того, кроме того, на мой взгляд, очень важно понять и определить, чем конкретно, чем конкретно обидел вас молодой человек, да, в чем обидно, ну, конкретно, в чем обидно, вот. Ага, чтобы, опять же, для себя выделить какие-то вот моменты, потому что возможно, что вы не до конца простили, не до конца выразили все, не до конца выразили все отпустили, ага, вот. То есть я, опять же, не хочу сказать, что, что это прямо вот обязательно так, да, но, тем не менее, тем не менее, это может быть, может быть, тем не менее, это так. Вот, в принципе, то, как можно вам ответить на ваш вопрос. Я надеюсь, что для вас это было как минимум полезно. Я надеюсь, что вы сделаете для себя какие-то соответствующие выводы, вот, и после уже будет понятно, что вам делать, что вам делать. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Отлично. Продолжение следует...